МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире на Вуральской обещательной компании информационно-аналитическая программа объектив итоги. Сегодня понедельник, 22 октября. В этом выпуске я и мои коллеги готовы рассказать о наиболее значимых событиях. Коротко о главных темах. ЧП в Новоуральске. Пожар в квартире унес жизнь грудного ребенка. Второй малыш находится в стационаре. 450 километров автомобильных дорог регионального значения отремонтировано в Свердловской области за последние полгода. Губернатор Евгений Куйвашев поздравил сотрудников отрасли и ветеранов с Днем работников дорожного хозяйства. Комсомолу век в Новоуральске идет подготовка к веховому юбилею. Со слезами на глазах провожали матери своих сыновей в армию. Сегодня состоялась первая в осеннем призыве отправка. Во второй части выпуска расскажем о премьере Адиемус сотворения мира. Выставки «Вес имеет значение», юбилейной игре «Ура-Урал» и других темах. Оставайтесь с нами и узнаете обо всем подробнее. Выпуск начнем с печального события. В Новоуральске минувшие выходные запомнятся надолго. Особенно семье, которая во время пожара потеряла грудного ребенка. Семимесячная девочка была под присмотром старшего брата-дошкольника. Почему дети остались одни дома и в чем причина пожара, выясняла Наталья Рау. Адрес Победы, дом 10. Сегодня здесь вновь спокойная и размеренная жизнь. И только разбитые окна на первом этаже напоминают о той страшной трагедии, которая произошла в субботу 20 октября. В субботу 20 октября в 21.58 на пульт дежурного поступило сообщение о сильном задымлении по адресу Победы, 10, это бывшее общежитие. Звонили соседи, которые забили тревогу. Ведь дым очень быстро окутал практически весь первый этаж. Огнеборцы незамедлительно выехали на место происшествия. Были направлены сразу же силы и средства. Вторая пожарная часть и четвертая пожарная часть к месту вызова, а также служба пожаротушения на штабном автомобиле. Прибыли в 22.02. Время соответствия техническому регламенту. Сразу же приступили к проведению разведки пожара. Горели домашние вещи и мебель. Площадь возгорания составила 2 квадратных метра. И вроде бы пожар не в высокой степени сложности, но опасность заключалась в том, что огонь перекинулся на потолок, на котором была приклеена плитка из пенопласта. Этот материал при горении выделяет опасные для человека формальдегиды. В квартире было двое детей, оставленных без присмотра. Семимесячная девочка и четырехлетний мальчик. Девочку пожарные нашли на диване, а мальчик прятался от пожара в туалете. Предварительная причина – неосторожное действие при приготовлении пищи на электрической варочной панели. Мальчик, получается, был закрыт. Мать работала в этот день с 7 утра до полдевятого вечера. Муж пошел ее встречать. Соответственно, дети были закрыты одни. Грудная девочка была доставлена в состоянии клинической смерти. Спасти медикам ее не удалось. А четырехлетний мальчик находится в стационаре. Уже переведен в палату. Как отмечают медики, аппетит у ребенка хороший. Значит, идет на поправку. Скорая сработала, я считаю, очень оперативно. Врачи в реанимации сделали все, как полагается, по стандарту. Ну и на мониторинге ребенок был, пока его состояние этого требовало. Как только у него стало состояние с положительной динамикой, он снимается с мониторинга и из отделения реанимации переводится в наше педиатрическое отделение. Родители детей дают письменные объяснения, почему дети остались одни дома, да еще на продолжительное время. Мама 97-го года рождения, папа 99-го. То ли молодость, то ли беспечность родителей сыграли свою роль, которая привела к трагедии. Хотя, по данным полиции, семья считалась благополучной. Семья, о которой в настоящее время идет речь, на каких-либо учетах не состояла. Пожар со смертельным исходом – это ЧП для Новоуральска. Последний раз такое было два года назад. По улице Победы в горящей квартире погибли четыре человека. Некоторые дома в Новоуральске на контроле пожарных, общежития, в том числе и бывшие, с повышенной степенью опасности. Контингент такой утверждают специалисты. Да и больше всего вызовов по тревоге приходится именно на эти адреса. Пожар – это всегда страшно. А если, не дай бог, он со смертельным исходом – это уже ЧП. Но самое страшное, когда беспечность взрослых лишает жизни самых маленьких, грудных детей, которые ни в чем не виноваты. Берегите себя и своих близких. Наталья Рау, Александр Илюха. Объектив. Итоги. К другим темам. В России продолжается осенний призыв, стартовавший 1 октября. Всего в Свердловской области планируется призвать на службу порядка 3,5 тысяч человек. Из Новоуральска защищает родину. Отправятся 70 молодых людей. Сегодня состоялась отправка в областной сборный пункт в селе Егоршино. Первых 12 призывников из Новоуральска. Виктор Малышев расскажет подробнее. Раннее утро. У призывного пункта достаточно многолюдно. Собравшиеся не скрывают эмоции. Ведь сегодня проходит первая за осенний призыв отправка в ряды российской армии. Сегодня 12 человек, юноши с нашего города, уйдут служить в армию. Ну, порядок такой. Они прибывают на областной сборный пункт. Там формируются в команду и бывают по своим подразделениям. Надеюсь, что все будет замечательно. Ребята найдут свои воинские коллективы. И, отслужив, приедут домой, начнут свою, скажем так, уже взрослую жизнь. Сказать наподственные слова в этот день пришел и заместитель главы администрации Новоурайского городского округа по работе с административными органами безопасности и режиму Андрей Ипонешников. Он рассказал, каким должен быть солдат нашего времени. Он должен быть, во-первых, умным, потому что сейчас в войсках достаточно большое количество высокой технологичной техники. Во-вторых, он должен быть патриотом своего отечества. И, в-третьих, он должен быть, естественно, здоровым человеком, чтобы пройти службу без ущерба для собственного здоровья. Среди тех, кто отправляется отдавать долг родине – Артем Боровков. В армию он идет, уже получив высшее образование. Служить бы хотел в морском флоте, но пока не загадывает. Думал про морфлот, почему-то прям вот эти корабли и все такое, мне прям это очень нравится. Не знаю, посмотрим, как попаду, но так бы хотел морфлот. У меня такое ощущение, что я просто куда-то переезжаю. Как бы нету такого, блин, я иду в армию, капец, как грустно. Не знаю, переключения. Артема пришли проводить друзья и, конечно, родители. Эмоции переполняют, ведь сына не будет рядом целый год. Но, тем не менее, отслужить надо, считает мама Артема – Елена Боровкова. В армии она дает закалку, она дает какое-то вырабатывать чувство ответственности. И я считаю, что в армии у ребят как-то какое-то самосознание, вот оно немножко перестраивается в положительную сторону. То есть, ну вот, еще раз, чувство ответственности появляется, которое в жизни, в принципе, ну, сами понимаете, очень необходимо. Еще один призывник – Павел Коваленко. Большая компания друзей сегодня вместе с ним и поддерживает. Ведь что будет дальше, пока неизвестно. И это волнительно. Неожиданно, это раз. Ну, волнуюсь, не волнуюсь. Ну, да, как бы волнуюсь. Еще как бы, как сказать, с друзьями, с родителями еще как-то целый год не видится. Говорили, как там себя там, допустим, так же вести там, как бы, ну, так как бы просто советы говорили. В адрес призывников звучало много напутственных слов, в том числе и от тех, кто в свое время уже прошел эту школу жизни. Я, в принципе, служил бытницею и по своему опыту знаю, что такое служба. Ну, как сказал. Конечно, первое время было трудно. Ну, надо как-то пройти это с достойностью, с испытанием, значит, все эти испытания. Ну, и вернуться, как положено. А так, это, вроде бы, у него настроение бодрое. Вместе с призывниками сегодня и подрастающее поколение. Что такое армия, они пока представляют отдаленно. Но, несмотря на это, тоже считают, что служить нужно. Я думаю, что, ну, да, служить полезно. Думаю, что с 20 лет нужно было уходить, а то с 18. Рано, да? Да. Со слезами на глазах провожают внуков старшее поколение. Бабушки и дедушки будущих солдат не скрывают, что время, проведенное внуками в армии, будет очень долго тянуться и для них самих. Но пройти этот жизненный этап все равно необходимо. Я вот сына в армии провожала так же и сейчас вот внука. Так что, ну, не знаю, но надежда есть, что все хорошо будет. Не будет там никакой дедовщины, не будут они там мучаться, как мой сын в 93-м. Армия разваливалась, сейчас вроде налажено, все хорошо. Я бы не отпускала, мне жалко. Ну, души, что, ну, тоска, целый год внука не увижу, не услышу. Ну, и в то же время какой-то подъем, не знаю, не могу объяснить своего состояния. Кажется, что год – это целая вечность. Но сезон за сезоном время пролетит. И уже следующей осенью, отслужив, сегодняшние призывники вернутся в родной город. Как говорится, дембель неизбежен. Виктор Малышев, Иван Вахмяков, объектив итоги. Сто лет отмечает 28 числа Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи. И, несмотря на то, что сегодня это только история, сотни горожан с удовольствием вспоминают свою молодость. Годы активной работы в комсомольских организациях, сотни добрых дел и интересных начинаний. С материалом Лидия Голубева. Столетие комсомола – это прекрасный повод вспомнить традиции работы с молодежью. Создание активного ядра общества, ставшего впоследствии резервом кадров для многих направлений народного хозяйства страны, по сути и сегодня является фундаментом российской экономики. Организаторский, управленческий опыт комсомольцев, прошедших школы, строятрядов, комсомольских строек и других, как мы сегодня говорим, проектов, оказался неиссякаемым источником знаний и опыта. Все работали честно, порядочно, как раз были настоящими комсомольцами. Комсомолы, некоторые даже не знают, что это такое коммунистический союз молодежи. Так вот это были такие же коммунисты, только молодые, как мои родители. Они были патриотами своей страны, своего города и общественные интересы ставили выше личных. Никаких карьеристов там не было, никаких квартир, машин там не давали, как потом в прессе стали писать и так далее. Все работали очень преданно, мы до сих пор дружим. Городская комсомольская организация тогда насчитывала 15 тысяч человек. Очень было здорово, все были такие дружные, зависти не было, ходили в походы без конца и края, значит, трудились, на картошку ездили. Комсомольская закваска присуща многим руководителям сегодняшнего дня, ведь ВЛКСМ стал кузницей кадров для многих отраслей народного хозяйства. Практически вся советская молодежь проходила эту школу жизни. Новоуральские комсомольцы сегодня руководят производственными предприятиями и школами, работают в Думе и общественной палате, являются неравнодушными и активными членами общества. И все это прививка ВЛКСМ. Это для меня молодость, это жизнь, это радость встреч, творчество и общение, конечно. Комсомол – это опыт жизненный, это школа. Комсомол и спорт – это неразрывно были связаны направления, потому что, в принципе, мы прошли тот путь, который называется подготовка к здоровому образу жизни. Десятки встреч проходят сегодня в школах Новоуральска. Большую работу, посвященную столетию комсомола, ведет муниципальный музей. Выпущен памятный буклет о комсомольских организациях города. Все подготовительные мероприятия участники оргкомитета обсудили в пятницу на координационном совещании в администрации. На этой неделе, во вторник, 23 октября, спеть песни комсомольской молодости можно будет в детской школе искусств на вечере друзей. 25 числа состоится торжественный прием главы города почетных комсомольцев. А кульминацией праздника станет торжественный вечер, посвященный столетию ВЛКСМ, который пройдет в Театре музыки, драмы и комедии 28 числа. Хочется сделать так, отметили участники оргкомитета, чтобы эта дата стала действительно праздником для сотен членов ВЛКСМ. Ведь комсомольцев бывших не бывает. Лидия Голубева, Александр Илюха, НВК, Объектив. Итоги. 450 километров автомобильных дорог регионального значения отремонтировано в Свердловской области за последние полгода. Губернатор Евгений Куйвышев поздравил работников и ветеранов дорожной отрасли с профессиональным праздником. 21 октября по всей России отмечался День работников дорожного хозяйства. Евгений Куйвышев поблагодарил дорожников Среднего Урала за высокий профессионализм, ответственное и добросовестное отношение к работе, а также за весомый вклад в развитие региона, сообщает департамент информполитики. Как отметил глава региона, развитие дорожно-транспортной сети является важным фактором социально-экономического роста, непосредственно влияет на качество жизни и безопасность людей. В новомайском указе президента России Владимира Путина развитие сети автомобильных дорог обозначено как один из приоритетов, поставлены задачи улучшения состояния и качества дорог, повышения их безопасности. В Новоуральске много людей, для которых День работника дорожного хозяйства является профессиональным праздником. Это и сотрудники бюджетных коммунальных предприятий, и работники частных фирм, которые трудятся для того, чтобы по городским дорогам можно было и ездить, и ходить. О том, кто и что делает в сфере дорожного хозяйства в Новоуральске, расскажет Никита Евсеев. Работа у сотрудников дорожного хозяйства не из легких. Они, несмотря на летнюю жару или лютый мороз, находятся на свежем воздухе. Летом они кладут асфальт, зимой чистят дороги от снега. Работы хватает всегда. Тем более, что ремонт дорожной инфраструктуры в Новоуральске и в сельских населенных пунктах – это приоритетный проект городских властей. За последние пять лет ситуация в сфере дорожного хозяйства нашего города кардинально изменилась. В первую очередь, это, конечно, увеличение финансирования. То есть за последние пять лет финансирование работ по ремонту нашего дорожного хозяйства увеличено почти в три раза. То есть это кардинальный прорыв. И мы констатируем, что количество жалоб от пешеходов и, конечно, автовладельцев у нас существенно сократилось. Для ремонта дорожного покрытия и обслуживания городских артерий в Новоуральске была создана дорожно-коммунальная служба. Это крупное предприятие, на котором трудятся почти две сотни новоуральцев. Эта организация отвечает за содержание и дорог, и тротуаров. За время своей работы ДКС показала, что это отличный способ оперативно и качественно следить за состоянием дорог и зимой, и летом. Мы смотрим на города-соседей, которые выбирают подрядчиков по уборке территории по итогам торгов, где ползимы проходит заключение контракта в поиске этого же подрядчика. В нашем городе такой ситуации просто нет, благодаря тому, что у нас свой подрядчик, дорожно-коммунальная служба. Это было правильное, своевременное решение о создании именно такой структуры. Но, тем не менее, городским коммунальщикам есть к чему стремиться. Ведь нет предела совершенству, и дорожная система требует ежедневного внимания. И хоть жалоб на состояние дорог и тротуаров действительно стало меньше, планы в администрацию округа амбициозны. Снизить число обращений до нуля, в том числе и путем обновления автопарка, а также поднять престиж профессии дорожника. Перед ДКС и перед администрацией стоит очень много задач. В первую очередь это улучшить качество зимней очистки, в первую очередь, тротуаров. К сожалению, мы констатируем, что жалобы от пешеходов продолжают поступать в зимний период. Ежегодно мы приобретаем технику уборочную именно для очистки тротуаров. В этом году приобретено два трактора. Мы надеемся, что это тоже скажется положительно на уборке тротуаров. Далее мы говорим о том, что нужно продолжать обновлять парк техники, ну и, конечно, повышать заработную плату трудовому коллективу. В 2018 году на реализацию городской программы развития транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства предусмотрено финансирование в размере почти 250 миллионов рублей. Это и на ремонт дорог, тротуаров, придомовых территорий и лестниц. Часть работ выполняет компания «Рукор». В эти дни ее сотрудники делают островок безопасности на привокзальной площади. К работам приступили на прошлой неделе, а закончат уже к концу текущей. Здесь будет большой газон для того, чтобы автобусам было удобно разворачиваться. И это требование ГИБДД. А вообще, за этот сезон сотрудники «Рукора» были задействованы на многих объектах. Было много работы. Из большой делали улицу Чурина, улицу Ленина, Ольховую улицу. Дворовой территории очень много. И софинансирования много. Детские городки. Работа-то ведь получается сезонная, да? Работа... Сезонная до сезона. Ну нет, и зимой хватает. А зимой чем занимаетесь? Снежные городки строим. Ледовые городки. Также вывозкой мусора, вывозкой снега, благоустройством, также очисткой города. Работа дорожника вообще сложная? Да. Почему? Потому что везде есть свои нюансы. Есть дорожные строители, есть обычные строители. У каждого свои секреты, у каждого своя специфика. В этой сфере, конечно, работает больше молодых мужчин. Работа тяжелая, требующая физической подготовки. Но на предприятии есть и ветераны, которые работают дорожниками. И как говорят специалисты, главное успеть отдохнуть в межсезонье. Когда и строительные работы уже близятся к концу, и снег пока вывозить не надо. Хорошо отдохнуть главное, потому что все за сезон очень сильно устали, и все хотят отдохнуть. Работа дорожников необходима и важна. Ведь благодаря благоустроенным дорогам мы быстрее оказываемся в кругу любимых и родных людей. Благодаря дорогам есть связь между домами и городами. Благодаря дорожной сети есть связь с самыми отдаленными уголками земли. Работа дорожников вызывает уважение и чувство благодарности. Большая благодарность за тот труд, который проводят, если говорить о нашем городе, это, конечно, управление городского хозяйства, на балансе у которого, у предприятия, у учреждений находится наша уличная дорожная сеть. Мы благодарим за работу дорожно-коммунальную службу, которая ежедневно в круглосуточном режиме поддерживает состояние этих дорог в эксплуатационно-рабочем состоянии. Мы сегодня благодарим основные организации, которые заходят на подряд к управлению городского хозяйства. Для нас это РУКОР. Мы, конечно, не забываем предприятие Уралдуртехнологии, которое проводило много ремонтных работ как в нашем городе, так и сейчас проводит по дороге в сельских населенных пунктах. Мы, конечно, не забываем тех, кто пользуется дорогами. Это и все водители, все население нашего города. Большая всем благодарность работникам здоровья, счастья, успехов, профессионализма и, конечно, достойной заработной платы. Тенденция последних лет в нашем городе уделять большое внимание ремонту и содержанию дорожной системы. Как заверили в администрации, она будет продолжена. А это значит, что работы хватит сотрудникам дорожного хозяйства. Довольными их результатами будут и наворальцы. Никита Евсеев, Иван Вахмяков, Александр Илюха. Объектив. Итоги. Напомню, вы смотрите информационно-аналитическую программу «Объектив. Итоги». Вот о чем расскажем во второй части выпуска. Новоуральский театр музыки, драмы и комедии. На суд зрителей представил новую премьеру «Адиемус. Сотворение мира». Аэропорт Кольцова и еще 44 самые крупные воздушные гавани страны получат старые названия. С сегодняшнего дня на сайте можно предлагать свое название. Ура-Урал со школы Росатома. В Новоуральске стартовала интеллектуальная игра для школьников. Вес имеет значение. Уникальная выставка весов и прочих измерительных приборов открылась в историко-краеведческом музее. Подробности далее. Вторую часть выпуска начнем с события, важного для культурной сферы жизни города. В Новоуральском театре музыки, драмы и комедии «Вновь аншлаг». На суд зрителей на этот раз представили премьеру музыкальное шоу «Адиемус. Сотворение мира». Это работа совершенно иного формата, каких в нашем театре еще не было. Посмотреть музыкальное шоу приехали в Новоуральск и музыкальные критики из Екатеринбурга. На премьерах в Новоуральском театре всегда аншлаг. Вот и воскресный вечер не стал исключением. А чем еще может удивить любимый театр в новом сезоне, говорили фойе горожане. Раньше в детстве у нас мама, мы каждые выходные сюда ходили. Раньше здесь было еще кафе, где вот сейчас милиция. И она у нас как вот праздник выходного дня был. И она нас все время водила. И мы всех, вот я как бы знала, кто исполнитель и все. А сейчас как-то вот это все как-то утихло. И хотелось бы все это возобновить. И почаще ходить, как-то чувствуясь, атмосферу, вот все вот. Ну раньше на все премьеры ходили, посещали каждую премьеру. Это просто на самом деле праздник был. Мне нравится эта атмосфера праздника, красоты вот этой, костюмов шикарных. Ну просто я в восторге. И сегодня жду того же самого. Новый 68-й сезон в театре начался с премьеры «Адиемус. Сотворение мира». Это очень смелая работа в необычном формате. В музыкальном спектакле звучали лучшие номера знаменитого проекта композитора Карла Дженкинса «Адиемус». Это удивительное сочетание классических, популярных и этнических произведений вместе с симфоническим оркестром и живыми голосами хора. Тексты песен созданы на несуществующем языке. Это звуки земли. Что-то африканское, индийское, китайское, арабское. Это необычная постановка, в которой главная роль отводится хору. Релакс, медитация, самые разные эмоции и состояния испытывает зритель во время хоровых выступлений, и задумываясь о сотворении мира и о том, что часы судного дня бьют полночь. Это символ, показывающий, насколько человечество близко к самоуничтожению, к апокалипсису, после которого вновь придется возрождать все живое. На сцене вода, земля, воздух и огонь – четыре стихии, которым поклоняется человечество. И только потом люди постигают пятый элемент – любовь. Человечество все больше совершенствуется, сплачивается и возрождается, и вновь в мире появляются прежние страсти. Остановившись на грани очередной катастрофы, задумавшись, а что же будет дальше. Постановочную группу этого спектакля возглавили профессионалы из Москвы. Это дирижер Дмитрий Волосников и режиссер-хореограф Иван Фадеев. Столичные гости в этот вечер тоже были на премьере. «Работал замечательно. Ни один человек не играл, как говорится, с холодным носом. И всем ей музыка понравилась, и как-то все так окунулись в эту общую атмосферу праздника. Что вроде бы музыка воспринимается зрителям так легко, но на самом деле тут была очень серьезная работа. Потому что, во-первых, и хору пришлось очень много двигаться, и петь такие непростые интонации, и петь еще разными голосами и тембрами в разных стилях, и барочную музыку, и фольк, и классическую, академическую, прикрытым звуком, открытым звуком. То есть, задач было очень много. Дыхание зала чувствуется. Да, и когда в паузах все так боялись вздохнуть, да, не то чтобы зааплодировать, а вздохнуть, то на сцене это тоже ощущалось. Зал был на одном дыхании вместе с артистами. Это отметили все, и столичные специалисты. Ведь не каждый, даже оперный театр взялся бы за такой проект. Есть своя специфика. Евгения Решетникова заразила этим проектом весь хор. Они мужественно к этому отнеслись. Потом им стало нравиться, а затем вошли в раж и заразили такой музыкой своего любимого зрителя. Прилетел на постановку дирижер новой оперы Дмитрий Волосняков. Мы, мой однокурсник, еще в консерватории. И это была полная перезагрузка. То есть все, что было до этого, мы, конечно, сделали, приготовились к его приезду. Но вот все эти нюансы, все это какая-то прям каллиграфическое отделывание каждого звука, вы не поверите, каждую ноту, вот каждую ноту мы делали по несколько минут. Не 15, не 20, а 40 минут. С такими, конечно, маэстро работать, это такое счастье. Моя заслуга, наверное, в том, что я людей подготовила к этому. И Дима сказал, что ты молодец, у тебя команда. У тебя команда, которая сплоченная, которая творческая, которая горит, которая мечтает, хочет. Когда он говорит еще, и еще, и еще. Аватарский язык. Самое удивительное, что стало какие-то тут мистические вещи происходят. То есть мы поем какие-то вот санкриты, вот это же снятые, да, вот такие вещи. То есть я говорю, каждый звук учите, потому что, не дай бог, не то слово споешь, кого мы тут вызовем. То ли Бога, то ли, извиняюсь, не Бога. И поэтому у нас лопалось стекло, просто так, на ровном месте зазвенело, лопнуло стекло. У нас, я сейчас не могу, ну вот оно постояло. А, на первой репетиции, когда Дмитрий только сейчас пролетел, на одной репетиции сломалось в дребезге две виолончели. Вот одна воткнулась в другую, пробила, в общем, там просто какая-то секунда, бух, что случилось. И два инструмента сломанных, их срочно ремонтировать. Но вот этого такого никогда не было. То есть вот такая мистика. Вот такая мистика сложилась, случилась. И слава богу, что это случилось на Вуральском театре, говорят артисты. Чтобы порадовать необычной постановкой зрителей, репетировали по восемь часов в день. Очень много работали не только над филигранностью хора. Под постановку столичный специалист переделал оркестровую яму, чтобы симфонический оркестр звучал новыми красками. Премьера получилась замечательная. Удивительные чистые голоса. Очень здорово все звучало. И я просто преклоняюсь перед работой хорместера. Это было, конечно, зрелищно. Это была очень большая работа. Ну, честь и хвала. Вы знаете, спектакль очень понравился. Очень понравился. Особенно вокал. Но я бы поработала с светорежиссером. Немножко от... Вот аванс сцена немножко отстает от общего впечатления от спектакля. Замечательно. Ну, маниада, деньги ада. Вот прямо звучит это, понимаете? Очень много, конечно, эмоций после просмотра. Слов сразу найти тяжело. Спектакль очень понравился. Нетрадиционный такой спектакль для нашего театра. Замечательно. В восторге. Мне очень понравилось. Очень здорово, да. Замечательное слияние оркестра и голосов. Очень атмосферно, очень погружает. Все так ярко, актуально. Очень понравилось. Спасибо. Спектакль бесподобный. Вы знаете, такое ощущение, что мы побыли не в Новоуральском театре. Привет, Ташенька. А где-то в Москве. То есть это просто насыщенность такая. Чудесные голоса, оркестр. Ну, просто все. Такие впечатления переполняют нас всех. Прекраснейший балет. Сикачева «Надежда». Это наша настоящая самая прима. Такой замечательный хор. Они наконец-то открылись во всем своем великолепии. Потому что всегда хор был как-то на вторых ролях. И вот наконец мы увидели главного героя на сцене. Это наш замечательный хор. Очень здорово. Постановка идет час двадцать. В основном спектакль построен на хоровых партиях. Но зрители особо отметили солистов хора, которые привнесли в музыку неповторимость звучания, своей харизмой и особой мелодичностью голоса. Очень довольна. В целом все случилось. Все сошлось действительно в одно единое, целое, которое должно было получиться. Я счастлива, я рада. Как закрылся занавес, я уже начала сразу же плакать. Потому что это и усталость, и счастье, и радость от того, что мы сделали такую большую работу. И успели поработать с такими профессионалами, как Дмитрий Волосняков, Иван Фадеев. Это, конечно, колоссальная возможность нам. Здесь поучаствовать в таком проекте, которого, я думаю, я надеюсь, что мы заслужили его. В этот же вечер на премьеру в Новоуральск приехали критики из Екатеринбурга. Они отметили, что Новоуральский театр умеет удивлять. И такая постановка достойная и профессиональная работа артистов. Ну, замечания мы, наверное, скажем сейчас при общении с артистами. Они есть, они всегда бывают. Но в целом, конечно, это очень хорошие, знаковые события, я считаю, и для театра, и для города. Потому что музыка такого композитора Карла Дженкинса, который, с одной стороны, конечно, очень популярен, с другой стороны, довольно сложен для живого исполнения. В общем, это, конечно, очень здорово. И сама идея прекрасная – вывести хор на сцену, дать, по сути, концерт хору. Хор у вас замечательный, звезды поют прекрасно. И самое главное, что выдерживают тот самый саунд, который задан композитором. А у него поют рок-звезды мирового уровня в его проектах собственных. Поэтому вот хочется поздравить и театр, и публику новоуральскую. Вот первая премьера стартует сегодня. Следующая премьера – это спектакль «Снежная королева», «Новая легенда». Очень новая, красивая детская сказка-мюзикл. Премьера состоится в декабре под новогоднюю кампанию, под освещение праздника. Вот это наш любимый праздник – Новый год. И мы решили здесь удивить маленьких зрителей, которые придут с семьями. Я думаю, что это будет очень хорошая семейная история. Ну а в следующем году, в начале года, мы стартуем с большим мюзиклом, музыкальным спектаклем. Это «Ледяной дворец». Над ним сегодня тоже работает уже постановочная бригада. И это, наверное, будет одним из главных проектов 68-го театрального сезона. Ну, все это совсем не самое главное. То есть нам хочется, чтобы в год театра появилась возможность, скажем так, более широко говорить о себе на уровне области, на уровне Российской Федерации. Потому что это очень важно – обмениваться опытом с коллегами, с нашими профессиональными друзьями. Не вариться в собственном соку. Это очень важно для нас. Чтобы были гастрольные проекты, чтобы были выезды, чтобы были фестивали различные. Мы с удовольствием будем принимать у них участие. Ну, я думаю, что городская власть, конечно, наша дума и глава администрации будут принимать очень действенное участие в нашей жизни. И это очень здорово, что театр сегодня поддерживается всеми на хорошем уровне. Как отметили критики Союза театральных деятелей из Екатеринбурга, в последние годы в Новоуральском театре заметен качественный профессиональный скачок. Главное – не останавливаться на достигнутом. Впереди еще очень много планов, ведь следующий, 2019-й, объявлен годом театров. Наталья Рао, Александр Илюха, Объектив. Итоги. С сегодняшнего дня, 22 октября, стартовал второй этап конкурса «Великие имена России». Общенациональный конкурс по выбору имен для российских аэропортов. Жители городов-участников конкурса могут выбрать один аэропорт из списка и предложить для него свой вариант имени. Соответствующая функция появилась на сайте великиеимена.рф. Напомню, аэропорт Кольцова и еще 44 самые крупные воздушные гавани страны получат вторые названия. Они будут даны по именам выдающихся исторических личностей. Какое имя какому аэропорту присвоить, выберут путем народного голосования. Конкурс продлится до 30 ноября. Победителей назовут 5 декабря. Евгений Куйвышев поддержал идею проведения конкурса по отбору имени знаменитого соотечественника для присвоения аэропорту Кольцова. Цитирую. Я уже высказался по этому поводу, но очевидно не до конца. Я за то, чтобы аэропорт Кольцова сохранил название, но и за то, чтобы общественность решила, чье имя ему присвоить. Звучат разные варианты. Чайковский, Бажов, Демидов. Это предстоит решить людям. Знаю, что общественная палата сегодня активно собирает предложение, чтобы у нас был аэропорт Кольцова имени одного из великих земляков. Конец цитаты. Напомним, общественная палата Российской Федерации 11 октября объявила о проведении общенационального конкурса по выбору и присвоению международным аэропортам страны имен великих соотечественников. Их деятельность может быть связана с литературными, музыкальными, художественными и другими культурными достижениями, научными и географическими открытиями, военными победами, общественными преобразованиями, промышленным и экономическим развитием. Приоритет отдается тем именам, которые исторически связаны с регионом. По условиям конкурса в качестве претендентов для названия аэропортов не могут рассматриваться имена политиков периода новейшей истории страны. Имена, которые выберут россияне, дополнят официальные наименования российских аэропортов международного и федерального значения в 45 городах России с совокупным пассажиропотоком более 170 миллионов человек. Вес имеет значение. Речь о названии выставки, на днях открывшейся в музее Навуральска. Ее организаторы – представители Невьянского историко-архитектурного музея. С чем гости приехали в наш город и о чем поведают навуральцам, расскажет Виктор Малышев. Урал хранит большое культурное наследие. В самых разных точках региона в местных музеях бережно собраны огромные коллекции, посвященные абсолютно различным тематикам. Уникальные экспонаты собраны и в Невьянском историко-архитектурном музее, который часто организует выставки на соседних территориях, в том числе и в Навуральске. План выставочной деятельности нашего учреждения очень большой. Мы работаем по области в разных музеях, но и в том числе в Навуральске. Но в Навуральске это у нас уже не первый опыт. Мы, как, я думаю, вам известно, уже привозили выставку, связанную с народной росписью Урала, с расписными предметами. В этот раз невьянцы решили удивить весами. История этого приспособления насчитывает уже более 4 тысяч лет, поэтому действительно есть что рассказать. Выставка повествует о развитии весостроения. В зале можно увидеть устройство для взвешивания и гири на любой вкус, как на 32 килограмма, так и на 100 граммов. Выставка рассказывает о весовом хозяйстве, о том, какие раньше были предметы, связанные с весовым хозяйством. То есть это многочисленные весы, самые различные формы и назначения, многочисленные гири. Коллекция весового хозяйства Невьянского музея довольно-таки обширна, насчитывает более 160 единиц. Ну и поверьте, весы у нас и гири самые-самые разные. Первыми посетителями выставки стали те, кто к истории относится неравнодушно. Это руководители школьных музеев, историки-любители и, конечно, краеведы. Среди них Владимир Ломов. От представленной выставки он получил много положительных эмоций. Тема-то вообще самое животрепещущая. Как только вы приходите на рынок, как только возникают отношения, а нам говорят, что мы живем сейчас век рыночной экономики. То есть один хочет сказать, что он тебе много продал, а другой говорит, что ему не додали. И вот весы позволяют, точные весы, проверенные, но точные весы позволяют сказать, кто прав, но кто виноват. Говоря об организаторах выставки, краевед поблагодарил представителей Невьянского историко-архитектурного музея за их любовь к истории и способность с каждым разом все больше удивлять своих посетителей. Невьянский музей – это вообще уникальный музей, который знают и в России, и в мире, не побоюсь этого сказать. И, конечно, специалисты Невьянского музея умеют находить всегда изюминку и вот извлекают из недр нашей уральской истории очень-очень интересные экспонаты, очень интересные истории, именно прикладные, что было связано с бытом, с историей нашего родного края. Выставка будет находиться в Новоуральском музее вплоть до конца года, чтобы каждый житель смог познакомиться с историей столь нужного в хозяйстве приспособления. Виктор Малышев, Геннадий Донгузов. Объектив. Итоги. В этом году исполнилось пять лет игре «Ура! Урал». Она объединяет школьников со всего Новоуральска, расширяет кругозор и развивает память. В течение учебного года пройдет четыре игры. Тематика будет меняться. Первая была посвящена традициям проекта «Школа Росатома». Подробности в следующем сюжете. Как зовут муниципального координатора проекта «Школа Росатома» в Новоуральске, где побывали ученики атом-классов и в каких странах проходили стажировки учителей? Юные новоуральцы искали ответы на десятки вопросов о жизни «Школы Росатома». Около пяти лет всероссийский проект реализуется в Новоуральске. За восемь лет существования к нему подключился 21 город-участник. «Школа Росатома» объединяет ребят и педагогов со всей России. Сотни мероприятий, десятки конкурсов, множество поездок – все это образует целую историю насыщенной жизни участников проекта. Узнать интересные факты и открыть для себя новые возможности. С этой целью в Центре внешкольной работы собрались команды из школ Новоуральска. Команды разновозрастные, дети собраны из каждой школы, даже не из одного класса, может где-то одна параллель. Поэтому, конечно, есть интересы, есть такие точки соприкосновения с стандартами, с сетевыми стандартами проекта «Школа Росатома». Для подготовки к интеллектуальной битве ребята изучали сайт проекта «Школа Росатома», где могли ознакомиться с необходимой информацией и различными мероприятиями. Игра проводилась в несколько туров, формат проведения близок к что, где, когда. На каждый ответ командам давалось 20 секунд. Среди участников из семи команд есть как и новички, так и те, кто несколько лет подряд участвует в игре «Ура-Урал». Я жду от игры новых эмоций, может быть, каких-то знакомств, которые приобрету здесь, и каких-то новых знаний о «Школе Росатома». Я участвую уже третий год, начинала в конце восьмого класса. Очень сильно расширяет кругозор, потому что темы вообще разные бывают. И там говорится и о нашем городе, и о Свердловской области, и по России вообще. Победителем игры стала команда Новоуральской гимназии, сетевого учреждения «Школы Росатома». Серебро – у 45-й школы, а почетное третье место заняли ученики 48-й школы. Ульяна Скрыгина, Иван Вахмяков, Новоуральская вещательная компания. В продолжении темы образования. Не ошибиться в выборе своего дальнейшего профессионального пути старшеклассникам помогает профориентация. Работа по информированию школьников о востребованных в регионе специальностях активно ведется в Новоуральске. Наш город с визитом посещают представители самых разных вузов области. Кто пообщался с выпускниками на этот раз, узнаем далее. Когда приходит время задуматься о том, какой профессиональный путь выбрать, очень важно получить ответы на все волнующие вопросы из первых уст. Такую возможность для новоуральских школьников предоставляет станция юных техников. Проект «Шаги в профессию» в городе реализуется уже не первый год. Практика приглашения университетов у нас достаточно, так сказать, большая. И мы каждый год, ну, раза два в год точно приглашаем определенные учебные заведения. И получается, что у многих школьников есть возможность подготовиться, познакомиться с вузом именно на базе своего города. С визитом на Новоуральск посещали такие площадки высшего профессионального образования, как Уральский федеральный, Уральский государственный экономический и аграрные университеты. В этот раз для всех городских выпускников на базе 54-й школы была организована встреча с представителями Российского государственного профессионально-педагогического университета. В ваш город мы приехали первый раз, нас пригласили. Но ребята из города Новоуральска у нас учатся, учатся успешно, заканчивают наш вуз и находят себе, так скажем, по любимой профессии, находят работу. Цель – познакомить с нашими специальностями, которые предоставляет наш университет. Я желаю, конечно, всем ребятам по сердцу выбрать свою профессию, потому что это действительно очень важно. Этот вуз имеет возможность выпускать специалистов не только высшего, но и среднего звена. Это возможно благодаря наличию в структуре учреждения колледжа. Кроме этого, филиал университета, расположенный в Нижнем Тагиле, дает возможность получить еще ряд специальностей, что делает РГППУ более привлекательным для абитуриентов. У нас есть колледж, который называется колледж электроэнергетики и машиностроения. Там в основном учат ребят техническим образовательным программам, а потом они уже на базе колледжа могут поступать в высшее учебное заведение. Можно в наш университет, можно в любой другой университет страны. И также у нас есть филиал в городе Нижнем Тагиле, который тоже предоставляет образовательные программы и готовит непосредственно профессионально-педагогическому образованию. В рамках встречи прошли мастер-классы, в ходе которых школьники могли познакомиться с самыми разными образовательными программами, существующими в этом ВУЗе. Также встреча прошла и для педагогов. Уникальную возможность задать интересующие вопросы и получить ответы от первого лица, не выезжая за пределы города, получили все участники встречи. Виктор Малышев, Александр Илюха, Новоуральская вещательная компания. Урал-литературный, Урал-юбилейный. Под таким названием в публичной библиотеке Новоуральска прошли пятые краеведческие чтения. Поэты, композиторы и краеведы представили свои доклады о многогранной истории Урала. Подробнее в сюжете Ульяны Скрыгиной. 2018 год богат на юбилейные даты. 100 лет комсомолу, 100 лет с начала гражданской войны и 100 лет со дня расстрела царской семьи. Об этих и других исторических событиях подготовили свои доклады опытные краеведы. Участниками чтений стали не только новоуральцы, но и гости из Екатеринбурга, Невьянска, Первоуральска, Ревды, Верхнего Тагила и села Черемиское. В этом году мероприятие проходило два дня. Первый посвящен литературе региона. Второй день – краеведческий. Собрать воедино краеведов, которые работают, причем они работают давно по краеведческой тематике, но не всегда есть возможность выступить с теми докладами, которые они готовят, может быть, на протяжении нескольких лет. Из 35 представленных докладов 15 были посвящены уральским поэтам и писателям. Краевед Олег Лобанов больше 30 лет собирает сведения о родной земле. В этот раз он представил тему о поселке Верхневенский в советской литературе. Поселку Верхневенский посвящена повесть Константина Бабалева. Целая повесть «Связанные крылья» – это судьбе талантливого мастера Верхневенского Ефима Бабалева, который первым вообще в мире придумал прокатную машину, способную катать листы более 14 вершков. Урал вдохновляет на творчество. Поэтические объединения Новоуральска проводят литературные гостиные, презентуют свои стихотворения в разных городах и обмениваются опытом. У нас была яркая, очень насыщенная жизнь. На протяжении всех этих 30 лет, 25 лет, когда руководила у нас Галина Павловна Аверьянова, тоже было более 300 концертов проведено в городе. За последние 5 лет, которым я пока руководителем являюсь, значит, у нас тоже очень интересная была насыщенная жизнь. Мы выезжали в разные города. По грани, который в нашем городе существовал почти 12 лет, с 1998 по 2010. Нас приглашают. Мы до сих пор ездим, до сих пор встречаемся со своими друзьями, читаем стихи, поем песни. Многие исследователи принимают участие в чтениях все 5 лет. Краевед Новоуральска Александр Жданов ездил по историческим местам, работал с архивами, делал запросы в музеи. Все для того, чтобы как можно больше узнать о приезде в наш город советского политика Лаврентия Берия. Очень много различных версий, когда был приезд. Одни утверждают октябрь, другие утверждают, что приезд был в ноябре. А на чем он приехал? Некоторые говорят, что он жил в доме на Маяковске, 13-й легендарный дом. Другие утверждают, что он там не останавливался, а останавливался в салоне-вагоне. Краеведческие чтения позволяют наладить сотрудничество между исследователями Урала и побуждают глубже изучать историю. В этом году в библиотеке Новоуральска также пройдут детские краеведческие чтения, где молодое поколение представит свои открытия. Ульяна Скрыгина, Иван Вахмяков, Объектив. Итоги. Это все, что мы успели вам сегодня рассказать. Будьте с нами завтра в это же время и будете в курсе событий. На этом выпуск информационно-аналитической программы Объектив. Итоги подошел к концу. Всего доброго. До свидания.